В матчах предварительного этапа чемпионата России по мотоболу 2019 года видновский «Металлург» на своем поле до этой игры не пропустил ни одного мяча. И нашей команде было по силам продлить эту приятную серию. Сегодняшний оппонент «Металлурга» команда «Заря» и «Станица Староминская» возможно не самый сильный соперник. Однако сказать, оправдались ли предматчевые расклады, можно будет только после финального свистка. Сейчас важна каждая игра, ведь уже в сентябре «Металлургу» предстоит участвовать в финальной стадии турнира, а эмоции после недавнего триумфального чемпионата Европы еще свежи. Естественно, ребята были немножко расслаблены. Сейчас начинаем постепенно наращивать спортивную форму для того, чтобы к сентябрю подойти уже в октябрь. За несколько минут до начала матча тренерский штаб дает последние установки, а капитан команды делится своим мнением о предстоящей игре. «Всегда надо дооценивать противников, соперников. Но я думаю, что мы сегодня дадим попробовать нашей молодежи, на что они способны». «Заря» – команда молодая. В чем-то ей не хватает опыта, в чем-то мастерства. Но несмотря на это спортсмены стараются добиться максимума в каждом противостоянии. «Всегда поездка видна, игра с метавургом – это, ну, как говорится, дань уважения к клубу, великому клубу, я считаю. Ну, состраиваешься всегда серьезно. Лидер, лидер на любую игру, настрой очень серьезный. Ребята у нас молодые, команда только организовывается». Игроку команды из Краснодарского края Александру Вагину всего 16 лет. Его привлекают экстремальные виды спорта и рев мотоциклов. Занимается мотоболом он два с половиной года и в этой игре прежде всего хотел получить бесценный опыт. «Посмотрите, как бьют основы сборной России, как вводят мяч, фасы, комбинации какие-то». С самого начала матча «Металлург» пошел в атаку. И уже после нескольких минут и разыгранного штрафного Иван Крештопа открыл счет. Через несколько мгновений преимущество увеличил Владимир Сосницкий. А после третьего мяча на поле появилась видновская молодежь. Но и она не стала сбавлять атакующий темп на радость зрителям. «Как всегда, наши рвут, слабая команда, тут нечего описывать. Хороший вратарь, надеюсь, Дергунова и Илью выпустят в третьем тайме, в третьем-четвертом. Хочу посмотреть на молодое поколение». Михаил и Александр Родионовы – отец и сын, постоянные болельщики «Металлурга». Не пропускают ни одного домашнего матча и очень рады тому, что у команды подрастает сильное поколение. «Вообще все хорошо играют, но это будущее «Металлурга». Вот есть кому подсказать, опыт передать, а тренеры какие. Не Пантьев – это вообще супер. А Павлов – бывший игрок «Металлурга» под девяткой играл». Молодые игроки продолжали забивать мячи на любой вкус, а старшие товарищи наблюдали со стороны за их успехами. «У молодежи сейчас предстоит чемпионат России среди юношей, среди юниоров, и им надо практику набирать, поэтому сегодня у них такой своего рода тренировочный процесс». Несмотря на разгромный итоговый счет 14-1 в пользу «Металлурга», юные мотоболисты не потеряли голову, а довольно философски отнеслись к сокрушительной победе. «Соперника нельзя недооценивать. Каждый соперник, он и есть соперник. Надо бороться со всеми одинаково». Следующий домашний матч наша команда проведет 21 июля с «Кометой» из станицы Кущевская. Начало игры в 18.00. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.